Всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал. И вы знаете, мне понравилась вот эта вот рубрика Автопилот против меня. Да, мне она очень понравилась, но помните, у нас такое было видео, где я сажал самолеты с одним отказавшим двигателем в сложных условиях. Точнее, будет даже правильнее сказать, не я сажал, а мы сажали, мы с автопилотом. И потом мы с вами оценивали посадки и решали, кто же победил. И вроде как, в прошлый раз у нас победил я по посадкам, я лучше справился с отказом и посадил самолет, чем автопилот. И в итоге мы с вами подвели итоги и решили, что лучше не доверять автопилоту в ТФС при таких вот сложных ситуациях и при отказах. Лучше брать управление на себя. Но сегодня я решил сделать вторую часть этого эксперимента, поскольку он мне очень понравился. Но сегодня у нас уже будут другие с вами условия. Сегодня у нас посадки самолетов со всеми отказавшими двигателями. То есть в прошлый раз у нас только один двигатель был отказавший, или же два, если у самолета четыре двигателя. А сегодня у нас откажут уже абсолютно все двигатели. И я буду надеяться сначала на автопилот, а потом на себя, на свои руки. И мы также оценим эти посадки и решим, кто же победил. Сегодня я или автопилот. Итак, ребята, запускаем нашу посадку. Сегодня, правда, уже будет легче по условиям. Сегодня у нас не будет ветра. Да, вот так вот я решил. Вообще, знаете, что я вам хотел сказать? Посадка с одним работающим двигателем, она сложнее, чем посадка вообще без двигателей. А все почему? Потому что, когда отказывает один двигатель, самолет начинает клонить в сторону этого отказавшего двигателя. То есть он идет неровно. Еще нужно корректировать направление по полосе и одновременно следить за скоростью. Это, короче, очень сложно справиться с таким отказом. А когда отказывают два двигателя, самолет зато никуда не клонит, он идет ровно. Но там уже быстрее падает скорость, поэтому нужно очень быстро принимать решение, куда садиться. Либо на полосу, либо на поле и так далее. Поэтому давайте сейчас начнем наш эксперимент. И давайте я сейчас выберу первый самолет, на котором мы это испробуем. И знаете, что-то мне как-то захотелось полетать на Е-42. Да, ребят, вот я давно на нем не летал. И сегодня я попробую на нем. Ну вот так вот, о чем будет грустить? На Е-42 я вообще мало летал. Поэтому давайте сегодня на нем попробуем этот эксперимент, это соревнование. Итак, я надеюсь, что автопилот готов, потому что я уже готов. Надеюсь, он готов со мной соревноваться. Поэтому мы запускаем нашу посадку. И поехали. Для начала первый я сейчас совершу, вообще без двигателей. И потом мы посмотрим, как у нас... Ой, а где это мы? Секундочку. Я неправильно, наверное, установила. Надо же поставить какой-то аэропорт, выбрать. Давайте, допустим, сегодня выберем аэропорт Шор. И у нас будет опроще заход на посадку девятую левую. И сегодня вот в этом аэропорту у нас будут эксперименты более длинным. Поэтому поставили и, собственно говоря, поехали. Полетели. Сейчас будем соревноваться с автопилотом. Итак, отключаем оба двигателя. Э, второй тоже. Блин, секунду, ребята, я что-то неправильно сделал. У меня сначала не нажался второй двигатель. Поэтому давайте сейчас одновременно отключаем. И ведем самолет вообще без двигателей. Сейчас без автопилота. То есть первый я сегодня выполняю посадку. Видите, самолет уже никуда абсолютно не клонит. Поэтому мы особо не давим на тормоза, потому что скорость она снижается. Но, кстати говоря, еще не так катастрофически, не так быстро. Поэтому я поставлю все же автобрейки, чтобы выпустить шасси. И буду сейчас стараться мягко выполнить посадку. Все, садимся. Без двигателей. Легко. Тормоза. Ну, это вообще изи, я бы сказал, да, ребята. Вот так вот. Просто посадка на изи. Поэтому тормозим. Ну, без двигателей вообще, ребята, ну, увидели, как это было легко. Когда никуда не клонит, абсолютно идешь ровно. Наоборот, это даже помогает скорость сбросить. Побыстрее. Ну, то есть, вы видели, это прям было вообще круто. Мне очень понравилось. Ну, а теперь смотрим, как автопилот справится с этим. Да, ребята, погнали. На автопилоте. Теперь пытаемся, значит, сначала отключаем двигатели. И включаем автопилот. Landed nearest airport. И посмотрим, что он сейчас будет делать. Как он будет справляться. Смотрите, он, да, он держит направление по полосе. Значит, метку направил. Давайте это уберем. Будем смотреть, как он сажает. Ну, он вот скорость уже слишком сбросил. Я бы так не делал. У него же ведь тяги-то нету. А он снизил уже вон до 115 узлов. Кто ж так делает? Он сейчас завалится тупо, в сваливание перейдет. Ну, ты чё, автопилот? У тебя какая скорость? Ты хоть видишь? Он тянет. О, ребята, вы посмотрите. Всё. Уволен. Ну, чё это такое было? Ты чё, автопилот? Ну, ты вообще, конечно, блин, протупил посадку. Ты не понял, что у тебя двигатели отказали. Вы видели? Короче, как это было. И, собственно, на этом уже можно заканчивать этот видеоролик. Всё понятно. Как он справляется, в кавычках, с таким отказом. Просто уволен. Нафиг. Ничего он не сделал, ничего не справился. Поэтому, да, конечно, это было совсем плохо. И здесь даже не требует вообще комментариев, обсуждений, кто победил. Я совершил идеальную посадку. Я идеально справился с отказом. А автопилот не понял, что у него отказали двигатели. И он начал снижать скорость, как при обычной тяге. Потому что обычно, как он делает при работающих двигателях? Он снижает тягу. И потом, когда нужно, он снижает до определённой отметки и прибавляет. И вот здесь он думал так же, что я вот сейчас снижу и потом прибавлю. А прибавить-то уже нет. Всё, извините, двигатели-то отказали. Чё ты будешь прибавлять? Всё, ничего не прибавишь. И вот поэтому так и получилось. Он сам себя, как бы, видите, в ловушку загнал и перешёл в сваливание. Короче, неправильно он поступил. Давайте, что ли, на другом самолёте попробуем. Давайте на гиганте Си-400, как обычно, возьмём. Первый самолёт ТФС. И первый я совершаю посадку вообще без двигателей. Погнали, снижаемся. Отключили двигатели все, абсолютно. Я корректирую направление. Давлю немножко на ручные тормоза. Ну, на эти, на воздушные, в смысле, мэнл-брейки. И снижаю скорость до 200 узлов, чтобы снизить, чтобы выпустить шасси. Вот, это комфортная скорость для выпуска шасси. Теперь ставим автобрейки. Теперь их убираем. И мягко сажаем самолёт по центру. Идеальная посадка. Ну, правда, раньше. Чуть. Но это я из-за того, что низковато был. Но это нормально. Всё, короче, ребята. Speedbrakes up. Автобрейк and use. Реверса нету. Потому что какой реверс? Без движков вообще работающих. Всё, и мы с вами затормозили. Я идеальную совершил посадку. Мягкую. Даже без двигателя исправился. Ну, и теперь наш любимый неграмотный автопилот. Посмотрим, что он будет делать в такой ситуации. Ну, я, конечно, думаю, что всё будет то же самое, как и на Е-42. Отключаем. И ставим land at nearest airport. Ну, и посмотрим, что ты будешь делать. Я думаю, он не понимает, что у него отказали двигатели. И он тормозит так, как при нормальной скорости. Ну, тяги-то нет. Ну, вот, смотрите, что он делает. Он снижает слишком резко. Хотя, самолёт большой. Посмотрим, машина дотянет до полосы-то. Не, скорость низкая уже. Хотя, смотрите, нет. Здесь он дотягивает. Тут по-другому уже делает. На большом самолёт. Ну, скорость низкая уже. Не, ну, чувак. Не, ну, ты меня извини. Но это прям совсем жёсткая посадка. Некомфортная. С двумя отказавшими двигателями можно совершить посадку намного комфортнее для пассажиров. Ну, вообще, в ТФС здесь нельзя же ведь делать так, как в реальном самолёте полностью организовать, сымитировать отказ. Потому что здесь нет функции включения APU, да, системы ВСУ, вспомогательной силовой установки. Здесь нет. Соответственно, ты вынужден идти так, просто без тяги и без всего. И спасения нету. Спасение только посадка на поле вынужденное или на воду. Или же в ближайший аэропорт, если он позволяет, да, если ты понимаешь, что до него дотянешь. То есть, здесь надо быстро принимать решение. И, естественно, при этом может помочь резкое снижение. То есть, ты опускаешь нос, в зависимости от скорости, и это может тебе дать какое-то время. То есть, с запасом высоты при отказе двигателей справиться легче. Ну, вообще, в ТФС легко совершается посадка на любой участок земли. Куда ты хочешь, хоть на гору можешь сесть при умении, которое есть, например, у меня. Но автопилоту, увы, вот такой же. Автопилоту нельзя доверять вот такие вот посадки. Особенно это можно по первой, да, посмотреть. Ну, то есть, автопилот, он вообще ужасно совершил посадку. Он не справился с отказом двигателей в первый раз на маленьком самолете. Ну, на гиганте он дотянул до полосы, до кое-как дотянул, я бы сказала, доковылял до полосы и рухнул на нее прям уже. О, ну, слава богу, я вернулся. Все, вот он, аэропорт, надо бухнуться. И жестко посадить самолет. Ну, короче, вот так вот. В итоге мы подвели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я победил, как обычно. И автопилот просто конкретно наказан и уволен мной. командиром всех самолетов в ТФС. Поэтому всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok